Валя, ну это конечно не архиерейская трапеза, о которых ты не знаешь не понаслышке. Уха из патуха. Да, но... Вот. Как тебе в свободном мире? Замечательно. Так вот. Знаешь такую молитву, что Господи, преврати этого порося в карася. Молитва Великим Постом. Молитва Великим Постом, конечно, все было очень жестко и без масла. И без рыбы. Рыбу Великим Постом едят только два раза. На Благовещение. И на Верхнее Воскресенье. Вот. И конечно это очень трудно для пищеварения. И там у меня была особая духовная практика. Поскольку у меня был больной желудок, то мне благословлялись такие, ну, более смягченные варианты. Ну, и не только постом, вообще. То есть, когда всем надо было есть там, ну, постную еду, мне давали скоромную. И вот я такая сижу одна, длинный стол, и я одна ем скоромную еду, а все остальные едят постную. И вот если считается раньше, что такой подвиг был, что человек постник, он всю жизнь постился, да, и вот это подвиг. У меня был особый подвиг, я была с коровницей посреди постников. Это страшное дело. Чувствую себя ужасно. Если бы я могла это есть, я бы лучше ела вот вместе со всеми. Есть одно и то, чего всем очень хочется, но им нельзя. А мне можно по состоянию здоровья. Это очень неприятно, честно. Как на тебя смотрели? Нет, они не смотрели. Меня любили при всем при этом, но это очень неприятно. Вот таким образом выбиваться из коллектива, очень некомфортно. А то, что ели остальные, ты говоришь, это вредно для пищеварения? Ну, сказать, для здорового пищеварения может и ничего, а для больного это просто тяжело. Это овощи, которые, например, я не могу есть. Я умру, если я там поем натощак квашеной капусты или там что-то еще. А не квашеную капусту натощак ели? Ну да. Слушай, ну это же как бы вызывает образование газов. Да, там, понимаешь, кроме этого всего, ну, мы просто понимаем, что такое капустная еда, это очень много овощей без масла или каша сплошная. В общем, профессиональная болезнь – это диабет, которая обычно через 5-7-10 лет развивается практически у всех. Там найти человека без диабета просто очень трудно. Вот почему говорят, вот, дескать, попытки и толстые, что у них эти самые кресты на животах лежат. Извините, они все сердечники и диабетики. Вот, поэтому они не от хорошей жизни и вовсе не от жира. Это все у них там происходит, не от того, что они слишком много позволяют. Они, бедные, служат до 3 часов, и только в 3 часа дня они первый раз садятся за стол. И это очень вредно для пищеварения. Вот отсюда все эти болезни. Это грустно, но, как бы, на моих глазах люди становились диабетиками. Я сама на этой игре не постояла, у меня уже сахар там зашкаливал и все такое. Ну, я вернулась. Вот. Когда я, наконец-то, себе после 12 лет позволила есть мясо… Подожди, так ты ж ела скоровную пищу. Я ела скоровную пищу, но я не ела мясо. У меня болела поджелудочная железа, которую вот вынь да положишь, мясо, и никакая рыба ее не заменит, и никакая даже красная игра не заменит. Когда поджелудочной железе нужен животный белок, говядина и все такое, ты ее не заткнешь никакой рыбой. Вот. И когда ты ходишь, и вот это вот… Ну, освенцик такой, причем добровольный. Тебе все время хочется есть, каждая клеточка вопит, что она хочет есть, а ты из духовных соображений, неизвестно кому, не можешь себе это позволить. Ни война, ни голод. Все есть, пожалуйста. Весь мир вокруг жрет, а ты не можешь. Почему? Вот. Ну, так вот. Слушай, ну ведь архиерейские трапезы, они совсем другие, правильно? Серьезно. Олигархи отдыхают. Серьезно? Да, серьезно. Ну, а что там такого? Ну, вот, я не знаю, я не знаю, я не бываю в ресторанах, но рестораны тоже там далеко где-то все пасутся, потому что просто таких ресурсов нет. Налепить большие подносы вот таких вот пельменчиков, в котором будет там какая-нибудь разнемноженная рыбка, эти пельменчики будут отдельно сварены, и вот это, ну, кто вот будет лепить в каком-то ресторане вот такие вот штучки, а там на трапезу, когда там 200 человек, например, сколько нужно налепить этих пельменчиков? И другие всякие изысканные вещи, которые, ну, я опять-таки, я не знаю, в чем смотреть. У меня такого опыта нету в мирской жизни, а там, да, и лепили, и смотрели, и работали, и, самое главное, посуду потом мыли после архиерейской трапезы. И все вспоминали Афонский монастырь, значит, там есть такой очень строгий монастырь, король, гора, там, значит, на высоте тысячи метров, они поднимаются по такой цепи, там нет ступенек, и вот, соответственно, все грузы, они несут туда снизу вверх, и у них нет воды, где-то она там немножко сочится, и вот они, значит, посуду моют раз в году на чистый четверг, а все остальное время, вот у них у каждой масочка, ложечка, вот они поели, каждый свою тарелочку вылезал, и все. И только раз в году на чистый четверг посуду моют. И вот все, конечно, когда после архиерейских трапез вот эти горы посуды перебывали, вспоминали вот этот самый монастырь, то есть, ну, ради чего вообще-то все это такое. Ну вот, поделилась опытом. А ты участвовала в этих трапезах? В приготовлении, да, потому что не на сестринские столы ставили, это на архиерейский стол, там, где священников кормили. Сестрам такое не положено, ну, они доедали там, если что-то где-то. В смысле, доедали... Ну, не с тарелок. С тарелок? Нет, не с тарелок, конечно. Ну, где-то осталось на общих тарелках, там, что-то такое, в смысле. А алкоголь там присутствовал? Ну, опять-таки, не за сестринским столом. За сестринским столом алкоголь никак не существует. За архиерейским? А что они пьют? Какой алкоголь? Ну, как правило... Никогорчик? Никогорчик. Там водка есть всегда, там есть всякие разные изысканные напитки и прочее-прочее. Вино, понятное дело, хорошее. Какая-то русская, там, итальянская и так далее. То есть это не портфельность магазина. Ха-ха-ха. Что? Никогорчик. Порчик в лотерею. Это вторая профессиональная болезнь, как-то. Про сердце и диабет мы сказали, а третья, точнее, профессиональная болезнь, это, конечно, алкоголизм. Потому что когда человек натощал, бедный, рядом ящик кагора стоит, и что ему делать? А он голодный, а время 3 часа дня. А он еще не ел. Да, а вот когда, даже если он не прикоснулся к тому портфелью, к кагору, вот, если он попадает на трапезу, ну что такое здоровенный мужчина, который первый раз сел за стол, там, 4 часа дня, да, все требы справил. Ну, естественно, он наедается. А если это пост, чем он может наедаться? Какой-нибудь кашей, какими-то сладостями, отсюда еще хуже, все еще хуже становится. Ну, это такая вот печаль. Каждый себе выбирает все точно. Ну, пост, да, просто, как бы, люди не едят ничего, да? Ну, чего ничего не едят? Ну, то есть, там очень жесткие требования, но, как бы, послабление болящее, да? А архиереи соблюдают просто? Я так скажу, большинство архиереев настолько уже нездоровые желудком люди, что они бедные, вот это у них особый подвиг, то есть, они на все это смотрят, а есть-то им, там, практически ничего нельзя. Для них готовят специально, вот, какую-нибудь кашку, какие-нибудь творожочки, какие-нибудь там, не знаю, чего, потому что, к сожалению, ну, увы, а со здоровьем у всех очень, очень. Это, собственно говоря, одна из причин, которые, ну, способствовали моему протрезвлению. Потому что, думаю, ну, если это так, так глубоко важно и так далее, ну, почему же они все нездоровые? Я про психику не говорю, я говорю просто, ну, банально, про здоровье обычно. Ну, можно, конечно, придумать, что у них такие искушения, но с какого-то момента понимаешь, что вот это все, причем сначала вот этот голод, 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 пост, 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 потом начинается пасха, шераловка такая. И человек, голодный человек просто становиться не может. И это еще хуже. То есть вот этот, как бы, один нездоровый режим на другой нездоровый режим, они меняются. Я считаю, что для здоровья, прежде всего, нужна умеренность и ежедневность. Без излишеств. Ну, можно там какой-то момент себе в праздник что-то позволить, но... И активный образ жизни, сбалансированное питание, отказ от алкоголя. Опять-таки, в совсем умеренных количествах алкоголь поднимает силы и все такое. Какой алкоголь? Красное вино, тем более разведенное водой, тем более, там, я это алкоголем не считаю. Полезно, в принципе, в небольшое количество. Почему-то. Основа таинства, красное вино, да, разведенное водой. Но он от этого не перестает быть красным вином, по всем своему свойству. Но если вдруг бедному декану надо потреблять вот такую чашу, полную полтора литра этого красного вина с хлебом, пусть он это считает, что тело и кровь Христова, но тем не менее, натоща, когда он это потребит, один бедный, то что с ним будет потом? Подожди, а зачем это ему? Это его обязанность должностная, можно сказать. Лично что? Нет. Там дело, что когда большие праздники, то вынимают очень много частиц, и все эти частицы должны быть опущены в кровь Христовую. Как происходит очищение грехов? Люди подают, чтобы за них молились, а это буквально происходит. То есть там священник вынимает частицы из просфора, опускает их в тело Христового, да? Ой, вино, в кровь Христовую. Вот, соответственно, так происходит таинство. А причастников, например, мало. Записок много, а причастников мало. И куда это все девать? Прежде чем он вышел из алтаря, он обязан это все в себя потребить. То есть в эту чашу с вином кладут записки, что ли? Вынимают частицы из просфор, частицы хлеба за живых, за усопших. Частицы хлеба? Ну, просфора. Ну, это хлеб. Хлеб. То есть хлеб выпускается в вино. И потом, прежде, если мало причастников, если много причастников, то он все это раздаст причастие. А если причастников мало, то сосуд остается практически... Ну, он должен выпить его? Это хлеб с вино? Да. Не выходя натощак. Где-нибудь так в 2 часа дня. Это первая его трапеза. И вот есть и праздников много, а причастников мало. И что с ним будет? А так это все остальные пьют? Из одного бокала? Да, одной ложкой из одной чаши. Из одной чаши. Да. А это же не гигиенично, да? Ну, вот это скажи, это же тело и кровь из-за чего тебе тут. Вот тут начинаются уже вопросы веры, которые я сейчас не рискну говорить дальше, иначе мне пришлют оскорбление чувства. Это какой-то рудимент, просто людоедство какого-то. Слушай, я ведь я тебе тут тоже советую вытяжаться, потому что зато у нас в защите чувств верующих сейчас лютует. Не советую высказываться в таком ключе. Да, но это где лютует? Здесь, где мы, здесь не лютует, слава богу. Аж, ну, правильно. Ну, они обидятся, и... Ну, зачем людей обижать? Для них это святое. Самое святое, что есть. Пусть они не смотрят это видео, и все. Ну, я тебе просто объясняю, что для них это самое святое, что у них есть. Да, но я тебя понимаю. За это они готовы умирать, за это они готовы убивать. Зачем будет такие жесткие чувства? Это не исламисты, да? Это люди православные. Вот это, что называется... Вот ведь как. Вот, что может вытечь из чашечки кофе, да? Что может вытечить из разговоров... О супчике. О супчике. Супчике начали, супчиком закончили. Вот куда может завести разговор на со супчике и меню. Вот так вот, а вы говорите. Еда. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok